Да, а хотел я поговорить об искусстве в моем и в вашем восприятии, не об искусстве, которое существует где-то там снаружи, в верхнем палеолите, скажем, в пещере Пешмерль, да, отпечатки рук верхнего и среднего палеолита, ну, чего-то около 10-15 тысяч лет до нашей эры, ну, не 10, скорее 15, и они есть в знаменитой Альтаире испанской, первой пещере, которые обнаружили наскальную живопись. Вот, руки преимущественно левые, потому что, ну, левую руку прикладывали к стене пещеры, а правой ее обводили охреной краской. И я, для меня, это какой-то самый важный период человеческой жизни, потому что, человеческой культуры, потому что он связан собственно с самой главной загадкой бытия, загадкой происхождения и состава сознания. Да, пожалуйста. Я мало говорю, потому что я хочу, чтобы вы немножко сосредоточились, и это хорошо, что меня не видно. Попробуйте для себя немножко настроиться. Я обычно для того, чтобы это сделать, всегда советую повторять жесты, то есть вытянуть левую руку чуть вперед и попробовать, как бы почувствовать, вот вы и оставляете свой отпечаток на стене пещеры. Чего вы хотите? Чего происходит? Вы, ну, буквально 10 секунд посидите, посмотрите на эту картинку. Не что чувствуют искусствоведы, а вот что чувствуете вы? Наверное, звуки были какие-то такие. И, между прочим, весна и подтаивающий снежок для меня очень сопутствуют этому состоянию. Вот вы хотите оставить отпечаток на стене пещеры. Тут есть еще сразу очень важный вопрос. А почему, собственно, пещера? Ну, почему это не открытое место, скала? Просто наружная поверхность скального массива. Вся живопись в пещерах. Некоторые обнажились, но все-таки по большей части. Как ваши ощущения? Зачем вы это делаете? Включи свет. Хочется оставить след. Тогда, почему в пещере? Почему вы залезете через узкий проход в пещеру и там будете оставлять свой след? Нет ощущения, что вы не только оставляете свой след, но и прикасаетесь к чему-то за барьером. И это встреча интимная. У вас не было желания прикоснуться к кому-то, кто по ту сторону стены? Нет? Нет? Ну, в общем, даже историки моего поколения считали в этих двух ощущениях оставить свой след и поговорить с тем, кто за барьером. Колоссальная разница между нами и архаическим человеком. Потому что индивидуальности в том смысле, в котором мы ее понимаем, тогда, по всей видимости, не существовало. Индивидуальность – это вообще продукт, на самом деле, монотеистических религий и христианства, в первую очередь. Потому что… Помните это главное? Отличие, о котором я, на самом деле, очень много говорил. Но коротко можно сказать так. Новый Завет – это завет внутреннего закона. Нагорная проповедь – это не законы Моисея. Это законы внутреннего состояния. Это христианство повернуло человека внутрь себя, на самом деле. Этот поворот произошел тогда. И, на самом деле, удивительная штука, чем более наше сознание чутка к другому, это, если хотите, своего рода тест. Не для меня, конечно, я же не собираюсь вас как-то исследовать. Как бы в этом ощущении есть ваша эмоциональная хрупкость, эмоциональная ранимость. Я имею в виду тех людей, которые сразу чувствуют, что там кто-то есть. Когда ты прикладываешь руку к стене влажной пещеры, ты как будто хочешь почувствовать руку с другой стороны. Пещера Лос-Казарес. Что это такое? Как вы это почувствуете? Учтите, что это же все-таки примитивный рисунок, наивный. И он передает что-то достаточно конкретное. Пещера Лос-Казарес. Пещера Лос-Казарес. 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 Трофель. Свободно. Да, можно, не знаю, выходить, танцевать. На инстаграм похоже. Я хочу спросить ровно про вашу попытку оказаться в этом состоянии. Не знаю, с вытраченными глазами, мне кажется, одно фига, вот это второе лицо, да, от удивления. И попробовать понять, хотите еще раз, почувствовать, вы теоретизируете. Надо исходить из того, что теоретизировать люди не могли. Я просто, мне интересно, как вы почувствуете нимбы. У меня это ощущение просто возникает сразу, я поэтому показываю именно эту картинку, до многих других. Для меня, совершенно однозначно, это просто головокружение. Фэнси, хичхоковская, и вы правы абсолютно. Нет, нет, вы не почувствовали легкого головокружения, когда пытались это осознать? Да, ведь многие почувствуют. Но вы почему-то не относите это к, да, это, игру вегетатики тому, что изображают. А живопись конкретная, она передает очень конкретные ощущения. И, в общем, я ее много раз рассказывал. В моей этой погибшей книжке, да, есть тоже об этом разговор, я повторюсь. Я врач, и моя специальность заставляет меня изучать так называемую нейропсих... Так называемую нейропсихологическую версию первобытного искусства. Ну, это она просто так называется. На самом деле нейронов в ней очень мало. А еще эта история упирается в историю Вильгельма Блика и его кузины, двоюродной сестры Люси Ллойд. Это были два героических этнографа, которые в конце 19 века пытались спасти воспоминания уничтожавшегося в ЮАР племени Сан. Это было племя бушменов, которое кочевало по пустыне, жило в пустыне. В общем, детективная совершенно история. Они получили разрешение властей на запись у этих старейшин и шаманов-бушменов, на запись их переживаний. Мифов, легенд, как бы ритуалов. В общем, получилось у них, что я говорю, это героически, потому что эти записки о бушменах занимают... Блика и Ллойд, они занимают 12 тысяч страниц. По поводу наскальной живописи, бушмены имели совершенно категорическую точку зрения. Они говорили, что их рисовали наши предки. И, кстати, те, кто за стенами пещеры, они в верхнем палеолите совершенно явно и объединялись этим понятием предки сначала. Тотемные животные на стенах пещер появились много позже, на самом деле. Позже отпечатков я имею в виду. И бушмены говорили, что это рисовали шаманы. Просто, может, вы помните, я часто, я очень люблю вспоминать, что один из старейших племеней, племя Сан называлось, племя Сан. Один из старейших племеней говорил, что задачей настоящего шамана сделать шаманами все племя. То есть увеличить число шаманов в этом мире, а не собрать власть в свои руки и отдавать приказания, как это позже начали делать жрецы. И мы с вами, если мы сможем встречаться, мы сможем это почувствовать, в частности, на египетской живописи. Да и не только. Как бы у большинства племен, которые сохранили свои традиции оттуда, с верхнего палеолита, как бы не было задачи борьбы за власть. И поэтому и сейчас в некоторых африканских племенах до 68-70% племени считают себя шаманами, чтобы вы понимали. И у бушменов это было примерно такая же пропорция. Процентов 30 племени отказывалось участвовать в ритуалах и ведениях. А еще, ну, в общем, как бы в Киптауне хранятся эти рукописи в университете. Издавали их только частично и занимались этим только специалисты. И вот этот термин нейропсихологическая теория первобытного искусства, он принадлежит такому Дэвиду МакВильямсу, который попробовал сделать то, чего я, конечно, ну так уж на полном серьезе от вас не хочу. Но мне кажется, это повод. Потому что мы... В общем, у нас нет привычки открывать живопись и пытаться почувствовать, что переживает человек, который ее рисовал. Как это откликается в нас. Так вот... Так как лекция это все-таки по живописи, то я могу вам даже почитать из записок сумасшедшего, как бы... Какие проблемы... Сейчас мы все это увидим. Какие проблемы возникали у палеонтологов, культурологов, искусствоведов с происхождением образов в первобытной живописи? Во-первых, это териантропы. Один из териантропов перед вами, это кто был на Балии, в Таиланде, на юге Индии, в Непале. Это один из видов духов. Териантроп – это полуживотное, получеловек. Или животное с человеческими чертами. Как бы... Это, конечно, гораздо более позднее искусство. Это кинара. Это, на самом деле, разновидность. Ну, в общем, когда вы видите подобное изображение... Вот она стоит, да, понятно, это курица с торсом красивой девушки. Чтобы было понятно, что они символизируют около дворцов, я вам уже сразу скажу, что кинара... Все это можно брать, смотреть, щупать, если хотите. Вот. У нас живой музей. И что кинара, она... Ну, в общем, она родственница прямая Апсары Гандхаров, только другого божественного происхождения. И они, в общем, птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Целый день она порхает, и то туда, и то сюда. Вот. Я хочу сказать, что они тоже музыканты, божественные, небесные музыканты. И когда они стоят около дворцов, они охраняют, в прямом смысле этого слова, правителей от трудностей жизни, как бы обеспечивая им легкую жизнь. Вот как бы там, где стоят кинары, это значит примерно следующее. С проблемами сюда не ходи. С музыкой, пожалуйста, там, с танцами. Вот. А с проблемами не ходи. А? Да, да. Чтобы вы понимали, что значит этот символ, ну, скажем так, гораздо более поздней мифологии. Это вот она же териантроп. Наполовину человек, наполовину животное. Сейчас я вам найду. Ну, можно вот эту оставить. Ну, здесь их называют люди богомолы. Химеры. Это животные, которые сочетают в себе нескольких видов, чудовища. И вот как раз то самое наличие абстрактных, это я проблемы перечисляю, стоявшие перед искусствоведением. Наличие абстрактных и геометрических узоров и часто их сочетание с портретными образами. Вы видели, ну, в виде этих самых, да, нимбов. На самом деле, никто же не говорит, что это нимб. Это некий геометрический узор, сочетающийся с портретными образами. Откуда он взялся? Классическое искусствоведение сказать не может. Типичный для обоих систем способ рассматривать поверхность скалы как проницаемую завесу, скрывающую от наших глаз потусторонние миры. Изображение фигур поверх уже имеющихся рисунков. Странное изображение раненых людей, пронзенных стрелами и копьями. Ну, тут отчасти смесь, потому что, на самом деле, вот здесь есть, если вы обратите внимание, пики и копья, направленные в голову некоторым персонажам, а кто-то сверху. А сами люди очень напоминают Богомолов. Давайте попробуем чего-нибудь поискать. Ну, вот мы можем попробовать для начала. Видите, собственно... Что ж такое-то? Я вроде нажал. А я не туда нажал. Если вы обратите внимание, это териантроп. Причем довольно типичный. Потому что внизу у него эрригированный фалос. А только мужчины смогут понять эту картинку, конечно. Вот. А наверху голова некого фантастического животного. Почему так искажены пропорции? Причем часто. Почему так искажены пропорции? Попробуйте почувствовать. Ваши версии. Эрекция, собственно говоря, берется откуда? Он стремится в небо. То есть, я поэтому даже вас не пытаюсь поставить. Это, по-моему, очевидно. Он стремится вырасти вверх, перерасти и опять преодолеть, видимо, какой-то барьер. Кроме того, обратите внимание, он тоже проткнет чем-то. Видите? Юля говорит правильно, потому что на самом деле законы распространения вот этой самой шаманской или психической энергии описаны повсюду, включая сюда Фрейда. Кундалини, вы же знаете, поднимается снизу вверх от основания позвоночного столба. Как бы и... Тут, по-моему, это даже можно угадать. Что он делает? Вот делает. Что за движение он совершает? Нет, нет, нет. Это он совершенно... У него уже нет партнера. Я просто хочу сказать, что он танцует на самом деле. И это... То есть, нет, это вот... Опять, это известно, я говорю, на самом деле, утверждаю. Потому что это известно как раз из записаний целого ряда всяких разных племен, начиная от наших якутов, якутских шаманов и кончая теми самыми бушменами сан. На самом деле, переход этот совершался за счет изнурительного танца. Там не было никаких галлюциногенных растений. Мы можем о них поговорить, можем даже не говорить, поскольку я уж, по-моему, столько об этом говорю. Вместо для достижения галлюциногенного эффекта, вот этого, который мы сегодня называем галлюциногенным, использовался изнурительный танец на протяжении многих часов. И состояние, которому этот танец приводил, описывается как огонь, который вспыхивал внутри живота. У мужчин, естественно, он вызывал эрекцию. И дальше все тело наливалось огнем и тяжестью. Человек падал, а дух его устремлялся ввысь. Там он встречался, смыслом этого танца была встреча с духами предков. А самым древним предком, источником происхождения и проводником одновременно с высшим миром было животное. Ну, сейчас мы говорим тотемное животное, тогда я думаю, что это просто ощущалось как животное, в которых вселялась душа предка после смерти. И таково происхождение шаманских верхних и нижних миров. Как бы... Поэтому именно тириантроп, смесь животного с человеком. И на самом деле, вот то, что вы держите в руках, кинара, она ведь в действительности передает ощущение блаженства. Я не знаю, насколько... Кстати, мне кажется, она старенькая, и она очень неплохого скульптурного качества статуэтка, потому что я ее поэтому ташал, она же тяжелая. Вот. Она передает... В ней это можно почувствовать, уже не все помнят. Вот я, вот я превращаюсь в воробья. Там, как там, на свете без забот воробей живет. Вот я, вот я превращаюсь в воробья. Это что за ощущение? Ну, за тебя, по-моему, природа, инстинкты, тебе не надо ничего не делать. Да, потому что животное знает то, чего не знаем мы. Животное точно знает, что ему делать, зачем оно на этом свете существует, и всякие вопросы о смысле жизни, предназначении его не волнуют. Правда? И поэтому для древнего мышления это можно видеть, на самом деле, очень много где. А для древнего мышления животное блаженное, и оно ближе к Богу. Вот к той самой, или к тому самому Солярису, в смысле исполнения желаний. Тут вот, да, Леша говорил, да ладно, Александр Геннадьевич, ну кто к вам придет? Вот, это, ходит на исполнение желаний и про секс. А видите, приходится говорить, и про секс, и про исполнение желаний тоже, между прочим. Сейчас до этого самого исполнения желаний, да нет, он не так, он сочувственно говорит. Эти состояния сознания для меня совершенно однозначно были абсолютной реальностью. И когда я пытаюсь утверждать, вслед за Джулианом Джейнсом, вслед за МакВильямсом, в общем, я не один такой, на самом деле, сумасшедший, что сознание человеческое началось с шизофрении, в прямом смысле этого слова. Вот, никто не смотрел, здесь же все свои, никто не смотрел про православие, психиатрию, передачу в четверг, нет, на ютубе. Нет, никто не смотрел. Ну ладно. Я хочу сказать, что я там поднимал этот вопрос, я могу, насколько все это важно и серьезно, я могу рассказать прямо сейчас. Поскольку, вот, как минимум, один психиатр по образованию у нас есть в наличии. Вот. Ну я, у меня, я, сегодня меня попросили, ну там им сложно, в общем, я до того, как приехать сюда, я принял мальчика. 21 года. Который, обратите внимание, в том числе на цвета эти картинки, который, у которого 18 лет, он выходил из троллейбуса, талантливый мальчик, математика, физика, вот, у него закружилась голова, в троллейбусе было очень душно, у него закружилась голова, он вышел из троллейбуса и увидел, и оказался в фиолетовом мире. Дальше следует, ну, почти Даниил Андреев, почти Роза Мира, потому что в этом, у нас, в нашем мире, исчезли чудеса. Чудеса исчезли в нашем мире, это сегодняшний рассказ, правда, честное слово. Чудеса исчезли в нашем мире, ну, собственно, просто потому, что человек перестал в них верить. А исчезновение чудес привело к медленной деградации, деформации материи. Вот, и в нашем мире есть специалисты, он их так называет, ну, они вроде как маги, но не совсем, они в нашу жизнь не вмешиваются, они как-то подталкивают материю, чтобы она снова менялась к десаму. Они, нет, они им не управляют, ничего такого, явно шизофренического. Вот. А еще есть фиолетовый мир, туда можно попадать только тогда, когда кружится голова. В этом фиолетовом мире, как бы, ну, это высший мир, он просто его не называет высшим, он его называет фиолетовым. Чувствуете я про оттенки ахры? Вот здесь, на этом рисунке. И там вот, ну, он сегодня рассказал, потому что, в общем, времени-то был час, там действуют всякие разные, там много таких специалистов, они разные, они создают разные миры. Ну, в общем, да. Ну, естественно, диагноз у него стоит шизофрения, параноидная, бред. И напичкан он бедной таблетками так, что из него капают слюни. Но, да, фиолетовые миры, специалисты, исчезновение чудес, изменение материи, никуда не девают. Я, в том числе и вчера, в том числе и в четверг, пытался объяснить, что для меня это очень древнее языческое переживание, с которым сталкивается, ну, давайте будем говорить так, ослабленная нервная система. Нервная система, имеющая множественные очишки кислородного голодания. Бывает гораздо чаще, чем мы думаем. Ну, как бы сидел себе Даниил Андреев в ГУЛАГе и натурально грезил, правда? И написал книгу. Всем этим вертухаю, было на него до такой степени плевать, что никто не лечил его от шизофреник, в отличие от папы с мамой. Я его пытался уговорить, да, все это дело записать, потому что это красиво. И таким вот, вот таким прямым бредом воздействия, да, для Миши, не попахивает. Оно такое, анерическое такое. Вот. Но, почему я... Все происходит так, как это описывали шаманы племени Сан, вот тогда, и их предки в те времена. Не забывайте. Снова и снова. Мы же никогда не задумываемся об этом. Вообще никогда не задумываемся, потому что страшно задумываться, можно в психбольницу попасть. Но, вот представьте себе, Лемя Бушмена, которое 15 тысяч лет известных, кочует по Сахаре, например. Откуда они знают, как там выжить? Есть большие перечни, чего же все-таки люди узнавали у духов, там, поднимаясь, верхний мир. Ну, во-первых, они умели вызывать локальные дожди. Иначе они просто не выживали. Духи помогали сказать, где будет вода и где ее искать. Духи подсказывали направление кочевья животных. Духи самым главным образом подсказывали, какие растения нельзя употреблять в пищу. Что ядовито? Это ведь на самом деле, я все время об этом вспоминаю. Вы себе представьте, ну вот там, не знаю, хорошо, не пустыня, еще хуже. Тропический лес. Десятки тысяч видов растений. 90% ядовитые. Причем там не просто ядовитые, а смертельно ядовитые. Как они это находили? Для них самих ответ был очень простой. Я поднимаюсь в верхний мир и слышу ответ. Узнаю его. Мне дух предка это говорит, вот это можно есть, а это нельзя. Более того, если опираться на красную книгу и некоторые полубредовые записи Юнга, то собственно его личный Даймон, как у Сократа, которого звали Филимон, он собственно ровно такого же происхождения. То есть он предок по сути. сам процесс общения требовал, во-первых, он был достаточно интимен, во-вторых, требовал преодоления некоторой преграды. И этой преградой идеальной как раз и оказывались стены пещеры. Почему мне так нравится пещерная атмосфера малого зала дома журналистов. я стал в этом разбираться просто потому, что меня всегда мучила загадка стереотипности видений, которые мы называли шизофренией. Сейчас я найду. ну вот, всякий раз, когда бушмены организуют танец, призванные решить проблемы, уходящие истоками в потусторонний мир, возле огня собирается все племя. Женщины садятся вокруг костра, соприкасаясь друг с другом плечами. Они начинают распевать ритуальные песни, призванные распахнуть врата в иные миры. Вокруг них встают мужчины и признанные шаманы и новички, желающие впервые совершить путешествие в потустороннюю реальность. Под звуки песен они начинают танец, быстро и энергично двигаясь по кругу. Многие из них ритмично размахивают специальными метелками, которые используются только во время ритуала. Все это сопровождается стрекотом трещоток, привязанных к ногам мужчин. Иногда женщины-шаманы покидают свое место у огня и присоединяются к танцующим. Антропологи заметили, что даже в наиболее интенсивные моменты этого шаманов. Самое интересное, что никто не считает подобное смещение сакрального смирским возмутительным или просто неподобающим. Час истекает за часом, танцоров охватывает все большее изнеможение. От жары и усталости они просто истекают потом. Как в троллейбусе молодой человек. В конце концов опытные шаманы первыми входят в состояние транса, не буду читать название на языке бушменов, а поскольку обезвоживание и физический стресс приводят к тому, что в носах у танцоров лопаются мелкие кровеносные сосуды, процесс перехода в измененное состояние создания сопровождается как и на рисунках древних художников обильным кровотечением. Кроме того, танцоры испытывают то, что они затем описывают как пугающее чувство жара, охватывающего все их тело. Танец действительно причиняет боль. Как только вы начинаете входить в транс, рассказывает один из шаманов, эн-ом, ну, в общем, это что-то вроде той самой кундалини или психической энергии, медленно воспламеняется внутри вас. Он поднимается вверх и захватывает все ваши внутренности, унося с собой любые мысли. Чувства и разум покидают вас, и вы уже не можете ясно думать. Все вокруг становится странным и начинает меняться. Вы уже не слышите людей и не способны понять о чем они говорят. Вы смотрите на них и тут они становятся совсем крошечными. Теперь внутри вас только эн-ом. Вот эта самая энергия. Отныне это все, что вы способны чувствовать. между прочим вот шаманы пошатываюсь бродят вокруг танцующих и собирают в ладонях потеки крови из своего носа смешанные с собственным потом изготовляя таким образом лекарства в котором есть эн-ом. Ну хороший гашиш без пота сборщика обрывки на самом деле присутствуют в любых наших таких даже самых деградирующих я бы сказал ритуалах всего этого. Затем они смогут размазывать все это лекарство по телу больного которого необходимо исцелить. Еще один способ передачи этой субстанции вот человек участвовавшего в ритуале человеку не участвовавшего например больному очень прост и до сих пор практикуется мушменами калахари шаман ложится прямо на больного прижимая его к земле весом собственного тела на самом на самом это передача той самой субстанции которую производит по их вере тело человека когда с эрекцией и фиолетовым миром довольно сложно и для них разговоры советы с этими началами были абсолютно естественные вещи на самом деле для этого прикладывали ведь руки к стене пещеры если возвращаться по кругу дело в том что когда ты прикладывал руку и чувствовал вот это ответное ощущение большой руки лапы животного ты мог задавать вопрос и производилось это после ритуала это вот Альтамира та самая знаменитая обратите внимание ну что ж ты будешь делать-то со мной а может быть Альтамира это пещера в которой много поколений есть пещеры покрытые только отпечатками ручек Лос-Памос в Мексике например пещера в которой только руки и я не был там никогда конечно и сами фотографии производят потрясающее впечатление Альтамира причем да конечно Альтамира она использовалась видимо много-много поколений и поэтому там есть как верхний палеолит причем знаете что интересно интересно что чем моложе становятся рисунки тем более они абстрактны тем меньше в них конкретных деталей ну вот тут вас бизоны никак не удивляют да круговорот бизонов в природе на самом деле да они как будто улетают вверх и как бы или опускаются наоборот откуда-то с небес мне вот ощущение что они улетают что они улетают в небеса вот я могу да что они вот сначала самый нижний бизон в какой-то такой родовой позе а потом он начинает распрямляться распрямляться набираться силы как будто вот и и самый мощный видимо он становится самым мощным когда переходит к какой-то черту как бы вот он когда на земле он видит какой-то недобизон какой-то эмбриональный после смерти он становится бизоном никто не может ответить на вопрос откуда это взялось но вот ответить на этот вопрос это означает где-то я тоже об этом говорил в общем это означает для человека потерять свободу да ну я все пытаюсь объяснить что если мы например в качестве гипотезы от бреда но если мы например потомки это точка зрения канта не моя про свободу я имею ввиду что если мы специально выращенные слуги царственных пришельцев со звезды Альтаир то весь смысл человеческой жизни начинает определяться тем чтобы все-таки следать на Альтаир и выяснить что же хотят от нас хозяева то есть как бы вопрос происхождения отвеченный на который мы можем ответить окончательно и абсолютно он сразу отменяет будущую свободу человека как бы мы бродим около вокруг да около но если использовать все тот же самый миф книги бытия о котором я пытался говорить не раз и не два и который видимо очень древний то есть он видимо был известен в древнем Вавилоне откуда уж он пришел в древний Вавилон сказать совсем трудно и я в нем нахожу в библейском тексте пребывания Адама и Евы в раю я в нем нахожу все-таки попытку Бога чему-то их учить ну вот Адам животных именовал у меня есть тайное подозрение что слово животное на иврите оно может означать страсти кроме того тотемный предок ну вы же понимаете что племя бизона например очень здорово отличалось от племени мыши и характером своим и способами охоты как бы вот в самом процессе именования есть какая-то наука пользования абстрактными понятиями я все время повторяюсь простите но я действительно часто говорю о том что ну что бы было если бы два голых с набедренными повязками из фиговых листьев с нежным мясом питавшимся в раю в общем одно ям в брозии оказались в любом месте земли ну в любом 10 тысяч лет назад что бы произошло точно их бы немедленно съели прямо вот немедленно даже если бы их было не два человека а там тысяча съели бы с еще большим удовольствием больше бы хищников собралось и кушало бы сытнее и все и для меня это означает что во всяком случае вот это странная вещь какие-то сущности которые живут за барьером сознания не знаю за вот этой стеной пещеры хотите их вот я эту картинку называю для себя воздушные бизоны они для меня летающие хотите бизонами их назовите хотите маленькими зелеными человечками они в огромном количестве преданий выглядят как маленькие зеленые человечки почему ну это вот да пришельцы из каньона это не пришельцы конечно для авторов это видимо были духи предков все равно духи предков со сказками сложнее потому что они описывают некоторые закономерности я хочу сказать что для меня в некотором смысле мы все равно особенно люди эмоционально чувствительные не прекращаем этот диалог который начали когда-то первобытные жители земли на стенах пещер мы просто называем это ну например интуиции развитой интуиции мы все слышали голоса ну может быть только в степени мы отличаемся от тяжелых шизофреников там я не знаю когда голос похожий на голос твоей мамы мысль похожая на голос твоей мамы мысль говорила не делай этого а мы либо слушались либо не слушались потом горько жалели ну не знаю туда не ходи с этим не спи ну там да и так далее и так далее и тому подобное согласитесь что подобного рода ощущения чаще всего возникают в ситуациях кризиса а в ситуациях кризиса мы очень часто потеем а вот этот самый Дэвид МакВильямс которого я вспоминал который создал нейропсихологическую найти бы ее нейропсихологическую теорию первобытного искусства если я взял так где-то было вот пошло по поводу стадии транса вот этого первобытного транса вот этот самый Льюис Вильямс пришел к выводу что существует три стадии развития мысленных образов во время пребывания человека в подобном трансе на первой стадии субъект видит одни лишь энтопические феномены энтопические феномены это еще фотопсии это всякие разные вспышки зигзаги которые возникают в поле зрения чаще всего когда меняется давление артериальное и кружится голова и которые все знают по себе ну каждый там да это фотопсии они же искры из глаз помните эту историю про Хаджуна Средина и судью я хочу сказать что он был прав практически вот там это судья был толстый и очень любил взятки и Хаджа сказал ему запрокинь голову ну вот у него голова закружилась и перед глазами поплыли искры и Хаджа сказал видишь сколько душ желающих тебе навредить крутится вокруг тебя я хочу сказать что это была чистая правда в общем с точки зрения Маквилиэмс вот на второй стадии мозг пытается осмыслить эти феномены преобразовывая их в портретные образы то есть энтопический зигзаг вспышка в виде зигзага может быть истолкован как змея после того как субъект достигает третьей стадии в его видениях наблюдается качественная перемена многие люди видели в момент такого перехода нечто вроде водоворота или вращающегося тоннеля который окружал их со всех сторон края этой воронки покрывала где она сейчас мы чего-нибудь найдем может быть так проще будет искать то что я имею ввиду вот теперь мы можем к этому подойти края этой воронки покрывала решетка из квадратов отчасти напоминающих экраны телевизоров образы возникающие на этих экранах были первыми спонтанными галлюцинациями портретного плана в итоге они полностью превратить превратить превращаются в воронку свидетельствую что энтопические феномены окончательно уступили место портретным образом то есть полноценным галлюцинациям собственно говоря что тут нарисовано тут нарисован переход в иной мир в особое состояние сознания та самая воронка головокружения которая возникает на глазах которой мы так боимся что мы боимся когда у нас кружится голова потерять сознание правда это самое точное наверное будет определение потерять сознание вот оказывается если терять его сознательно то из этой воронки можно куда-то выйти и я что пытаюсь сказать для меня вот с той точки зрения которая сформировалась у меня ну во-первых на самом деле все ядерные формы шизофрении это просто ослабленная работа мозга который он очень легко во время гормональных кризисов с похожими переживаниями оказывается в неком архаическом состоянии сознания и конечно не понимая и не осознавая того застревает на общении с духами как бы застревая в этом трансе надолго мы его называем психозом этот транс а и эти переживания зависят от того как к ним относится культура если эти переживания были необходимыми священными нужными важными то они ровно такую роль и играли в культуре если мы их же назовем болезнью мы будем их презирать лечить но совершенно точно даже не будем вникать в их суть потому что подавляющий подход который сейчас называется феноменологическим не предполагает работы с содержаниями этих переживаний только с описанием внешней формы и ее типологизацию вот это для меня очень важный момент а еще один важный момент это конечно те странности та странная схожесть которая существует между кто-то я однажды между прочим читал чью-то работу это было очень давно в которой рассказы об НБО сравнивали со сказками то есть с быличками и анализировали как былички и получилась совершенно блестящая работа которая позволила собрать массу интересного материала такого художественно богатого про эти переживания для меня они существуют в той реальности и у меня есть тайное подозрение что вот это вы спрашиваете откуда это взялось я по-моему так и не договорил ушел куда-то в сторону я хочу сказать что это наверное просто одно из генетически заданных свойств человеческого сознания мы развиваемся все дальше и дальше обретаем все большую и большую свободу и как вот мальчик этот мне сегодня говорил чудеса становятся не нужны мы начинаем все больше и больше надеяться на свой разум при этом все это остается но мы управляем своей свободой мы определяем что для нас важно что для нас не важно воронка да которую видим нимбан мы видели она очень похожа на водную стихию на водопна водоворот и в очень многих мифах описывается прохождение через водоворот на самом деле конечно Эдгар По помните его гигантский водоворот он описывает ровно такое же переживание архаически древние переживания выхода в другой мир только культура нового времени она его боится оно страшное очень человек хочет спастись из этого водоворота он уже больше не кажется ему спасительным ну и вот это тоже танец видите тут явно видно что это танец с вытягивающимися фигурами и с превращением животных ну и наши черти они видимо тоже того же происхождения черти бесы как их рисуют их тоже рисуют не обращали внимания как вот этих человечков только у мефистофеля бородка удлиняет ему челюсть он с высоким углом большой головой в общем он тоже зеленый человечек его называют эту фигурку волшебником даже не магом и волшебником вот ну а вот этот мышечный костяк то он что и передает во-первых некоторую прозрачность это какую-то нестойкость проницаемость человека человеческого образов изменение мира то самое головокружение по минимуму а что это еще ну я просто хочу сказать что мне кажется мне кажется потому что это страшное мышечное напряжение правда он дико напряжен и это то есть черные пласты мышц они напряженные на мой взгляд он пытался показать напряжение как необходимые условия перехода как в тех позах что это страшное напряжение может быть утомление истощение мышц потому что они черные ну когда я пытался что-то такое я правда я честно пытаюсь и вам советую почувствовать да вот это напряжение то если вы сейчас попробуете как-то кстати я же не призываю вас на четвереньки да ну вот это и попробуете дико напрячься в этой ситуации то вы поймете вы пытаетесь вы знаете что для меня для меня я чего в этой ситуации делаю я пытаюсь высвободиться из этой обрытшей человеческой оболочки я из нее просто вылезаю понимаете я делаю усилие вылезти вылезти и вылезаю уже вылезаю в виде оленя который символ чего а линии много но понятно что это тотемное животное понятно что это один из образов предка ну почему рога в такой ну да но они что значит кроме кроме нашего юмора и в нашем юморе тоже это тоже все время присутствует да рогатый мужчина он я хочу сказать что ну это на самом деле тоже самое примерно в ощущениях что тысячи рук у буд да вот когда они окружены множеством множеством рук это на самом деле такой наивная передача мыслей что они присутствуют повсюду это такое самораспространение ну и конечно это олени рога это самый древний образ один из самых древних образов вселенского древа шаманского древа да но и она тоже но при присутствует повсюду во вселенной то есть на самом деле это некоторый символ освобождения из мышечной оболочки из которого я попадаю в некоторую свободу могу находиться повсюду на любом уровне древа но для этого я должен через напряжение в общем через боль боль там обязательно и шаманских посвящениях она обязательно вот суфийские мастера связывали и тем более что все все знают все видели суфийские методы освобождения они же очень мало изменились вообще все что связано с переходом в этот другой мир изменилось очень мало все видели танцующих гервиши это суфий и они кружатся а как бы у меня на пальце горгона медуза дух защитник и огромное собственно общение ну да что такое чего началась философия кто знает с кого с кого согласно предание какому-нибудь диогена лаэртского нет 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 она началась с гераклита с аноксимандра с тех ранних греческих философов которые что делали да как они рассуждали о первоначалах это много позже появилась до помогает очень помогает только вместе с изнурительным танцем отдельно нет не берет вот я хочу сказать что чё не делали они на самом деле саш чё не делали ну это общеизвестная просто там история про гераклита ну он да он все начала философия получены путем откровения гераклит ни о чем не мыслил он залазил в пещеру и там жил питаясь тем что ему подбрасывали птицы вот и разговаривал с богами и они рассказали ему как устроен мир это в чистом виде философия откровения была такого она просто на сила мы говорим языческое откровение но языческое откровение вообще все что мы называем языческой религией это по сути шаманизм это по сути то о чем мы говорим те или иные способы включая сюда и глюциногенные растения разумеет просто все это появляется много позже и животное как источник сохраняется навсегда ну это вот так это просто я очень люблю эти кинжалы они это такой вариант хурбы вы знаете для чего они предназначены а для чего ну да ну вообще для отсечения невежество да это то что помогает бороться с невежеством вот если вы обратите внимание видите но вот это это трезубец шивы конечно не подумайте что украинский ни в коем случае но на самом деле обычно в самых древних изображениях здесь и трезубец шивы хотя трезубец шивы это не шива а здесь все время вот головы ослов или буйволов это ощущение истечения до вот этого от предка силой которая борется с невежеством и более того вот если вы обратите внимание это все производит на такое сильное впечатление потому что здесь просто очень хорошо видно поэтому я эту взяла ничего не потяжелее это обязательно фигуры вращения это фигура вращения да и на самом деле в некоторых ритуалах запускают как еллу и она отсекает невежество то есть это ведь по сути все да в тантризме тибетском буддизме там в бон это же все равно в чем суть борьбы с невежеством впадание в трансовое состояние и никто же никогда даже буду он же все время там путешествовал мир духов да на самом деле это все время сфера присутствует да конечно можно все все у нас все можно трогать только главное не тыкать иди в человека она не для с и все там там наверху все равно обязательно должны быть фигурки животного они же боги как бы путешествуют знаменитый гаруда это ну орел скажем так птица нечто среднее между орлом и филином как бы шива путешествует не на не на нем он на него не садится он входит в него внутрь как мы входим в машину и поэтому гаруда становится одним из символов шива как бы и в этом снова это же есть тиреантроп то это те же вот это ровно оттуда же ощущение ну и конечно все эти предметы они всегда напоминают о том что в общем реальность построена построена нами нашим восприятием и вот это вот это подсказывающая на самом деле реальность реальность помощник они иногда пересекаются мы сталкиваемся иногда ну грубо говоря смотрите летающая тарелка она потому и тарелка что она фигура вращения она крутится как тот самый нимб вокруг головы первобытного на первобытном рисунке но человек видимо достраивает в своем восприятии эти феномены потому что то что шаманы описывают своих путешествиях я могу много очень долго об этом говорить потому что много раз описываю я на самом деле писал это в пропащей книжке поиск видения поэтому в общем наверное где-то до сих пор можно почитать я хочу сказать что шаманские переживания и переживания людей которых скажем похищали летающие тарелки похоже до удивительной степени там можно классифицировать и те и другие переживания они будут похожи то есть там грубо говоря пришельцы разрезают людей на куски и шаманы для того чтобы стать шаманом ты должен пережить что-то вроде хирургической операции в нижнем мире тебя должны разрезать на части и снова собрать ну там да много очень вариантов этих операций и то же самое на летающих тарелок шаманы считают что это связано с определенной косточкой в теле человека которую кого-то есть способность к этим переживаниям у кого-то нет и пришельцы тоже режут человека с целью найти в нем особую косточку пришельцы дают человеку книгу которую может читать только находясь у них когда его возвращают он уже не может и то он не может ее найти и духи делаю то же самое не дают шаману книгу светящуюся как правило с ответами но не могут ее можно читать только в том мире а в этом это никак не можешь перенести ни книгу не то что там вычет вот как бы там целая куча всяких разных параллелей совпадений и этот мир подсказчиков видимо настолько близок что есть какие-то условные признаки когда мы например я не знаю видим в небе признаки вращения что-то вроде воронки включается очень древняя бессознательная память которая как бы существует у человека но и всякие же массовые феномены были которые о которых тоже не знаю когда-нибудь попробуем поговорить это например спиритизм 28 миллионов спиритов в конце 19 начало 20 века официальных существовало в европе и в россии это не что-то такое что требует схождение с ума изнурительного танца это требует некоторого доверия до доверия вот принятия какой-то позы и доверия тому что мы слышим и чувствуем ну и конечно для того чтобы это не превратилось в бред это требует понимания относительности вот этой портретной стадии до которой возникает вторая стадия по маквильямс шаманского транса не просто транса шаманского потому что лица им образы это животное придумываем но как только мы говорим это пришельцы оттуда то они выглядят так то мы впадаем в кристаллизацию бреда это наша потребность наше желание но как только мы это делаем мы лишаем себя свободы надо понимать что это невозможно что это рот первобытного искусства мы рисуем что-то в своих переживаниях на этой самой портретной стадии транса но то что мы себе нарисовали конечно не есть истинный вид реальность но вот эта самая третья реальность существует нам наверное нужно заканчивать и ослабонить зал я во вторник наверное в общем следующей серии про мастера и маргариты на ю тубе нам все равно придется говорить дальше о бесах и об этой самой третьей реальность но я боюсь что если бы ее не было вот этой плоскости этой третьей реальности человек не выжил это сейчас у нас есть чем вот это архаика свобода если хотите в том что это сейчас мы можем надеяться на людей которые что-то знают на врачей на там умного дядьку папу президента еще на кого-нибудь не так было устроено первобытное общество я хочу чтобы вы это почувствовали в некотором смысле они ослабоумливают это главное главное не лишают человека свободу вот но я всегда пытаюсь объяснить это так что наркотики что нейролептики задавая свою собственную химическую конфигурацию транса не дают возникнуть вот этим этой голографической связи с пространством подсказок вот этой мы как бы мы не можем окончательно ничего ничего сказать про свое происхождение мы все время с ним связаны мы все время внутренне погружены в это пространство вот тибетской книги мертвых написано что когда мы умираем то мы попадаем всякие разные ужасные пространство разного демона и поэтому должны научиться и это как раз эти демоны это и есть наше окончательное мнение разным во всяком поэтому проходя через эти залы мы должны научиться говорить это создал я сам и тогда кошмар рассыпаются ты движешься это не есть существующие за то что я создал то что я придумал существующие абстрактнее глубже это поэтому юн был вынужден воспользоваться понятием архетип это первичная идея она имеет энергию но не имеет окончательной формы форму придает сознание человека мы создаем свою реальность из кучи всяких разных несвобод мы все время стремимся воплотить образы своего воображения в этой плотной реальности это же есть окончательные выводы да это человек такой такой он никогда не бывает другой человек таким как мы его определяем словами всегда сложно нам нужно это определить и он для нас действительно становится таким ну сказал один раз про мужика ну вот там вот вот он не сказал то то это то он подлец ну вот бывают на свете окончательные подлецы ну мужчины все знают нет не бывает не бывает мы сложнее мы сложнее всегда ну я утрирую конечно подшучиваю но я пытаюсь просто объяснить как это происходит вот мы начинаем свои представления о этой реальности а третьей реальности а той которая за стеной пищи они же ведь это делали то же самое они же пытались ухватить этот образ и оставить его в реальности но в особом месте сакральном которая потом стала храмом пещере но все равно и мы этого хотим и наша реальность начинает заполняться конкретными представлениями конкретными вещами за которой мы мы за них цепляемся и перестаем нуждаться в этой самой третьей реальности но так когда я не знаю тут надо сразу говорить о признаках существования вот в общем так как она все равно где-то в глубине нашей психики присутствует она периодически прорывается в реальности мы называем это чудом правда иногда в виде случайных совпадений синхронистичности иногда в виде летающих тарелок мы все равно что мы делаем ну мы превращаем летающие тарелки из некоторые перед из некоторого переживания встречи с причиной сознания ну конкретные объекты да одни пытаются нам помочь другие плетут против нас заговор да там ну пришельцы бывают были чеках или хорошие или плохие да они либо зловно паразитируют на человечестве на человеческих телах вот как то так